да здравствуйте друзья не знаю видно ли вам чего или не видно картинка вот у меня например хорошая так я смотрю народ присоединяется здрасте говорят здрасте всего света и ты тут руки это я вышел во дворик я вышел во дворик погода хорошая знаете день жаркий сегодня был но как сказать вот пока было жарко сидел я дома никого не трогал а сейчас так уже попроще стало полегче вот я вышел на улицу думаю дай поболтаем из азербайджана вот у нас тут как азербайджан природ я не могу сказать что часто бывал в азербайджане но бывал вот это наш backyard такой санта-круз вы видите лимончики давайте раз к лимончиком подведу поближе это мой любимый лимонный куст его недавно постригли ведь он какой стал на нем лимончики со стабилизатором спрашивать ваша правда ваша правда со стабилизатором давайте тут я тогда разуюсь и пойду босиком вот по этим камням я очень люблю по ним ходить такое значит ощущение как массаж делается такой стопы вот такие кусты у нас тут растут в катках в тет дуи какие-то я не понял что там это значит но общем красота короче так а вот еще такая мексиканская посудина вот вы видите заземление заземление это не то слово граундинг у нас цветы год не засохли но нет вроде их там поливают как-то это они такие цветы что вот думаешь засохли а это они так должны быть такая тропическая растительность вот такой у нас backyard тут еще что-то растет вот еще мексиканская такая посудина красивая песок или что-то нет это галечка галечка высвать галечка так из норс майами нас приветствует так а тут еще вот не хватает камня большого сидеть и думать а мы на лавочке вместо камня сядем на лавочку и думаем и думаем вот видите там кусочек забора новый это сосед вот у нас тут три соседа вот этот сосед конкретно менял забор у нас появился новый забор были суслики так не то слово и сейчас есть мы из-за них все они копали копали вот здесь где камня нет вот здесь вот там до сих пор суслики вот они тут копают перекапывают но у нас садовник работает он как-то все в порядок приводит вот это вот где земля сухая там суслики не то слово что у нас тут идет дальше так 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 почем это это домик где мы тут муж сказать и дочуемся пойду сяду пойду сяду на лавочку связь пропадает ну наверное я отошел далеко да вот отошел далеко от от раутера да сейчас мы тут их ой все хорошо вот я в тени очки да сейчас я не я не слышу что свет нормально нормально давай так хорошо сейчас монтерей говорят ну не монтерей а санта-круз ну это рядом да это все рядом светлана говорит что я не вовремя затеял беседы потому что у нее планы творческие состоят они в том чтобы на улице коптить рыбку хорошо сидим да не то слово он там стоит видите там стоит мультиварк тайна да света названивает ладно ребят давайте вот что сделаем я сделаю перерыв а через какое-то время вернусь в студию давайте да да друзья мы возвращаемся возвращаемся в солнечную калифорнию вот уже у нас тут шесть человек трансляции народ где вы хоть скажите где вы на карте нашей планеты вот а я тут сижу с вами разговариваю и вот тут у меня смотри что творится вот тут у меня коптильня вы видите дымок идет и видите дымок знаете как пахнет ой 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 как пахнет чикаго москва а резидает я не знаю где как рыба говорят но вот коптится видите дымок как рыб есть не знаю но но дымок до света любит у меня рыбку коптить света слышь надо бы дверь закрыть спальню а то дым туда идет я весь дом закоптим что ты я бы дверь в спальню надо бы закрыть потому что дым туда идет волок да о как волок где 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 вот там вот вала где красиво так у тебя тоже смотрю на картинку я не знаю что вы там видите из из того что здесь погодка супер стести машины проезжают вот тут за забором дорога у нас угловое такой дом вот за этим забором там дорога идет лос-анджелес украина да не ближний свет лос-анджелес украина так если задуматься другой стороны лос-анджелесе много народу с украины а в украине из лос-анджелеса мало света говорят что по твоим рецептам все будут делать но света человек творческий на сказать и не по каким рецептам сама ничего не делает она как увидит какой рецепт сразу начинает его как-то так вот менять жарко ли в санта кросс вы знаете сегодня вот и вчера жаркие два дня но относительно жарко все-таки океан же откуда вещаем санта-круз калифорния санта-круз на тихом океане городок там час небольшим от сан-франциско на юг как с работой в киев ванкувере канада вы знаете что мое вот понимание ванкувера в канаде такое что конечно это не это не торонто в торонто лучше а вот почему людей ведь нет так это же у меня двор я в доме в моем я я люди вот я тут сижу значит это на конечно не торонто но это получше чем например монреаль причем в монреале там еще и по-французски хотят чтобы вы говорили в торонто торонто если торонто банковик есть рынок то есть не то что вы там останетесь без работы мандарин не надо не в киеве не надо начальник сейлс департамента есть спрос в долине ну я думаю что на начальника так чтобы прям сразу начальником сложно так чтобы вот поработать и потом продвинуться в начальнике то конечно другое дело все-таки начальник это не просто человек который там чем-то руководит а это человек который с людьми работает и он должен как бы культуру хорошо местную понимать отношения всевозможные там и так далее поэтому я думаю что конечно знание предмета само по себе существенно но еще как бы важно отношения понимать второй год грин карту заполняли увы я вам скажу что второй год еще ничего потому что есть люди вот на канале у нас пишут там и по 8 и по 10 и так далее тестировщик из меня никудышний наверное вот маркетинг продажи мое трудно сказать насколько вашего способности к продажам и маркетингу от работ но отработают хорошо в другой стране понимаете это все-таки это элемент культуры продать это несет себе элемент культуры по-разному продается поэтому ну конечно есть люди которые любят вот этим заниматься это правда или скажем талант у них такой есть это совершенно не такой же талант как допустим там я не знаю там чертить или там тестировать или программировать ну конечно это совсем другой талант вот но насколько он вот из страны в страну я даже не знаю что сказать я знал людей которые работали в торговле то вот скажем продавцами и они там продавали здесь продавали и такое есть лимоны до лимончик я вот там 30 минут назад выходил в эфир и тоже показывал лимончики ближе висят лимончики хочу им не висеть если никто не снимает вот деревце такой маленькая на большое было его тут обкарнали деревянное ли это все вы знаете что она не деревянная она пластик такой пластик вот и даже знаете местами от солнца жаркого она выгорает и крошится и как-то вот плохо себя ведет вот смотрите вам покажу вот например да не завидно вам не видно вот это происходит от жары но это пластик это не даже он паутинка это пластик да ну ничего страшно ничто не вечно под луной кроме того маленькую штучку заменить ты она недолго после нет желания сделать нет желания бассейн мы здесь редко бывает мы приезжаем на выходные и как-то у нас как-то вы жили с бассейном но практика показывает что редко пользуешься но может быть мы за лето пользовались ну не знаю это семь восемь десять раз максимум а это же целое хозяйство его поддерживать надо чистить место занимает так далее не они не хочется мы как-то так вот а камушки мы положили которые вместо травки потому что в прошлом году было плохо с водой и мы решили заменить на камушки архитекторами штатах работают люди есть 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 архитекторами есть там люди которые там чертежниками работают которые раньше были архитекторами или там инженерами механиками но я скажу что не мгновенно но потихонечку все кто хотели быть архитекторами стали архитекторами то есть они получили местную лицензию и работают то есть довольно много да довольно много как-то так получается что в отечестве это было видимо достаточно массовая профессия даже не за много архитекторов много инженеров-строителей много они есть повести там какой-то автобус свою поехал загудел во флориде бассейны актуальны очень это спасение от жары ну у нас тоже бассейны популярны но вот мы конкретно как люди которые же с бассейном пожили мы поняли что в наш такой стиль жизни это не вписывается у нас довольно просторные участки вот этот довольно большой и дома в сеневеле где мы живем тоже достаточно большой участок мы могли бы там и бассейн там и 2 но чё-то не хотелось нет не хотелось мы так наоборот сделали площадочку такую мощеную чтоб там внучки наши могли на велосипеде как там на самокатах кататься так как-то без бассейна на какой у нас айфон 7 или 7 пластык таки пласт это у меня я не могу сказать первый iphone у меня был до этого 3 там когда-то и потом вот мы долго пользовались windows фон а сейчас вот снова пошли к айфону насчет бассейна и молодых семей с детьми я не знаю потому что с детьми есть некоторая опасность бассейне тоже знаете как в америке каждый год довольно много детей тонет в бассейна в общем это это не безобидная штука не безобидно как как не прискорбно поэтому так чё скажешь да ну-ка я думаю если я два раза стукнул по экранчику он на меня перекинется ну-ка только смотрим точно смотрите на меня перекинулся а вот он я пожалуйста на вытянутой руке вот сижу никого не трогаю тут у стеночки он там вы видите коптильня тут у меня по правую руку я вот тут на диванчике таком что на лбу очки на лбу а шаш там может быть на лбу то вот сижу своим болтая не знают что-то рога на нарастут сейчас вырастут роги нет ни прыщик счет у нее не значит может быть от того что я в кепке ходил поцарапал очки горит на глазах у нас интеллектуальная аудитория так и не проведешь да ладно ну чё может быть я вам тогда буду там что показать то окрестности или мою эту физиономию ты переход да вот дом не ну дом как внутрь я не хочу так если снаружи ну давайте я думаю может быть я так обойду вокруг анекдот я же не могу так анекдот анекдот это нужно ну давайте я сейчас перейду на переключусь еще раз на внешний мир вот это у нас backyard вот там сзади такая площадочка вот ну по идее площадочка такая чтобы на ней катер поставить или может нам еще чего не знаю вот так вот и там видите справа эта дверь она открывается ну давайте я обойду с другой стороны чтобы эту не открывать и посмотрим что у нас с той стороны будет улицу посмотрим я боюсь просто отойти далеко от дома чтобы не было у нас прерываний в связи так вот у меня в руках стабилизатор такой и поэтому у вас картинка то получше какую функцию навес выполнять вы знаете особо никакой не выполняет ну тенечки немножко дает мы-то хотели изначально так смотрите на чекол да ну как изначально мы хотели туда чуть вьющиеся виноград вот да так и имелось ввиду вот это вот мы вышли во двор виноград и хотели этот наш иммигрантовоз некоторые говорят что правильно ведь иммигрантомобиль но я уж не знаю вот так вот каменюки тоже эти каменюки были когда вы купили еще дом они уже тут были вот угол видит перекресток лужаечка да это не просто лужаечка а это травка искусственная как деревня такая из деревни вот наш домик вот он весь домик небольшой тут может быть 1400 квадратных футов небо ну голубое для голубое чистенько ничего там нет 10 черт что вот а вот ведь столбы вот такие вот красота такая вот эта улица на которой стоит наш дом вот в ту сторону идет в эту сторону а в трех кварталах океан вот соседи наши столбы страшные ну конечно деревянные что вы думали тут столбы то бывал я не очень далеко это популярный курорт вот да так что я я боюсь если я от дома отойду то просто связь будет прерываться я вот сейчас наоборот подойду ближе к дом вот там розы кусты розовые стоят это вход в дом а вот там окошечки наверху это они идут в комнату большую они там сверху свет дают там ничего больше нет это просто большой высокий потолок и там сверху подсвечивает вот ну и так возвращаемся обратно как фильме американском ну правильно а чё вот есть американский фильм какие деревья все в цвету красота круто они в цвету что ли я даже не пор не заметил честно я настолько не не обратил внимание так какая-то дверь не душевная сейчас мы закроем все движемся дальше ответил высокий такой куда он там печка коми от камина вот это вот идет как вы относитесь к это хорошо если он еще знаете так к соседу за забор можно ну а зачем эйклер сейчас их очень современно ремонтируют ну апгрейд такой делают очень симпатичный элькер очень ну опять на любителя и есть любители почему все дома каркасные ведь дорого стоят делают ли железобетонный монолит железобетонного мало делают это не сейсмично не сейсмо устойчиво камин мы вообще не включаем камин мы всюду где хотели пользоваться камином мы заменили его на электрический земля дорого стоит земля в основном все и стоит в основном земля все и стоит постройка не стоит почти ничего ну конечно если новый дом строить то это будет стоить что-нибудь ну считайте из расчета ну 200 там 50 например долларов за квадратный фут скажем 2500 долларов за квадратный метр грубо 2 500 за квадратный метр построить а земля будет стоить при этом ну вот сейчас я подумаю вот тот участок на котором мы находимся сейчас земля тянет наверное тысяч на 800 вот так а если построить дом такой площади это будет еще 400 вот такая такая история строительство будет скажем 400 тысяч а земля стоит 800 сколько стоит на сегодняшний день но вот с тем домом который сейчас есть что-нибудь миллион стоит я я не знаю это чтобы узнать сколько стоит надо же дать объявление поставить там на на продажу большой участок 8 соток у нас по моему я я боюсь он там плюс-минус там что-то такое в районе 8 соток здесь так так мне кажется мы сейчас спросим так маяк красивый из булочника и правда светик свет какой у нас лот площадь площадь лота здесь да я не слышу так сейчас пойду узнавать плохо слышно да еще сколько 8 и 8 вау вот нас оказывается тут почти 9 давно не было смешных историй от гаррика прораба будут друзья будут мы во вторник вечером увидим гаррика прораба и алекса увидим который натяжные потолки делает делал и еще кое-кого увидим так у нас во вторник вечером такая будет веселая партия так поснимаем гаррика я когда-то его подбил делать канал свой вам привет от мурман чанки шикарно мурманск это все это почти скрепы мурманск хорошо у меня брат двоюродный в североморске много лет служил и жил там да так вот чё я рассказывал то забыл почему газон решили не делать сделали гальку был газон его перерыли вот эти вот суслики с одной стороны с другой стороны с водой было несколько лет плохо и тут уже начали агитировать что вообще плохо поливать стали ограничивать полив по времени по количеству воды стали цену на воду повышать и мы подумали нафиг все это надо и вот камушками посыпали и в общем нам хорошо я люблю пройтись босичком по этим камушкам они очень хорошо стопу массируют вот так вот а в принципе вот эти вот где мы тут сидим навесики вот эти они во первых тень дают некоторого вторых когда приходят гости мы под этими навесами значит столики ставим у нас есть в гараже раскладные столики раскладные стульчики тут можно легко там человек 15-20 посадить вот у нас даже грибочки есть по-моему один который вполне уместится если его развернуть под решетками так что если что но вы видите что тень вот идет от дома тоже видите вот тень от дома поэтому еще там часов другой то есть если собираться не утром а утром никто не собирается если собираться ближе к вечер там часов пять-шесть вот сейчас у нас честно сказать не знаю сколько времени суслики прям как кроты что ли а еще хуже такое миловидное название ой что вы у нас их называют гоферами уже не так миловидно все перерывают они любят корешки вот вы видите давайте я покажу как канал прораба называется американский называется американский клейдоскоп он просто не стал туда вешать и чем так будет загорелся поначалу потом тоже силы время так ничего не не вышло вот насчет сусликов вот я вам покажу смотрите вот стоит вот стоят растения вот они стоят а вот слева дырка видите слева дырка а посмотрите справа чего это суслики вот это все суслики делают пытались растения погибают приходится их заменять на новые здесь бы так все закрыто было замечательно а из-за сусликов вот такая дыра и вон там тоже это все суслики вот пожалуйста вот эти маленькие стоят большие а рядом маленькие почему потому что эти бы тоже были большие но они погибли вот так получается так что суслики от большая ну не то что беда носим это серьезный фактор в принятии решений а я сейчас хожу вам показываю а сам босичком босичком по травке надо в кадушках растения сажать видимо в пластиковых . ну вот эти так и растут вот эти тут полив к ним идет давайте скажу петель черненькие вот вот это полив туда дрипалка идет и поливает вот каждая в каждую штуку идет полив ну чуть чего выкинул новое посадил там трешку заплатил и все как новое это кажется что она засохла это не так она она какое должно быть такой вот вот это под засохла действительно вот это явно под засохла а так в принципе они вполне них вид такой раз уж мы тут ходим вот пожалуйста лимончики лимончики о желтеют мои как у красавцы да они еще и знать что тут еще цветов много вот видите вот цветы и вот цветы со всех сторон цветочки вот видите как лимон суслику слишком кислый нет вы знаете что они вы корни с удовольствием бы съели но пошли пить чай с лимоном они бы корни с удовольствием съели но там этот лимон засадили так что к нему не подобраться к его корням то есть там решетки такие стоят сетки натянуты металлические то есть лимончик заизолирован просто со страшной силой иначе погиб бы тоже в общем такое вот земледелие опасная зона опасного земледелия друзья такой видеоряд у нас можно сказать однообразный а пальму не хотели быть да и чё нам пальма березки у нас у нас есть березка вот я вижу слева там растет вот смотрите он там слева березка но у нас березки есть еще дома сани вели березка не такое безобидное растение знаете она норовит как бы влагу собирать и другим растениям немножко препятствует в этом смысле так что березка хорошо где воды много да красиво да вот эта зелень там очень симпатичная там за забором у соседей очень красивый зеленый цвет нам народ подсоединяется отсоединяется веники березовые для сауны у нас тут не принято с вениками я думаю что веники наверно можно было бы и купить если было куда с ними пойти а так что то я даже не знаю то есть там куда мы ходим в сауну там с вениками нельзя листики знаете засоряют там систему оттока воды не положено не положено с листиками с вениками другая как бы культура такая есть правда русская баня в сан-франциско называется архимед я там никогда не был ну вот может быть там можно с веником может быть там даже на входе и продают я не знаю вот так вот и живем светлана рассказывала про страховку для дизайнера интерьера страховка для дизайнера интерьера ракунов у нас нет у нас есть ракуны почему же нет инспектор пришел или ожидаете в школу инспектор нет этому еще и еще не скоро будет значит и страховка для дизайнеров даже про бюрократию но я говорю про бюрократию я рассказывал нам признали действительными тот аудит к действительным тот аудит который делался год назад то есть на как бы наша взяла в этом смысле свет причина рассказывала про страховку для дизайнеров хочу на не отвечать не помешал бы маленький пруд с писающим мальчиком у нас тут если кто писает так это только взрослые мужики-то деды всякие но больше в туалет знаете пруд можно конечно поставить маленькую скульптурку такой знаете так воду к ней подвести и чтобы она себе писала так циркулярно так раз там и потом своими же написанным обратно писала там из вазочки это можно ладно друзья я чувствую что у нас аудитория потихонечку как-то так сокращается наверное картинка вам уже надоело я тогда тоже пойду и попробую из этого сделать видео вот может мне удастся повешу тогда все остальные зрители нашего канала смогут увидеть как красиво тут у нас счастливо